Мы заканчиваем разговор с Ильей Ярошенко, президентом компании БАОН, руководителем Ивана Ахлобыстина. У нас не так много времени осталось, Илья. С этим вроде как разобрались. Ура! Вот смотрите, по поводу толерантности и общества, в котором мы живем. Вы сказали, что у вас есть отношение определенное именно к этой группе людей. Давайте поговорим на языке бизнеса. Вот в бизнесе всегда считалось, во всяком случае мне рассказывали об этом мои друзья-предприниматели, что ты должен максимально не оттолкнуть от себя покупателей. То есть ты всегда должен обозначать за что ты, но вот такая недобросовестная конкуренция, когда ты говоришь о минусах конкурента или ты против чего-то, редко срабатывает. То есть лучше иметь позитивный имидж, обозначая, что ты, образно говоря, за семейные ценности, но никогда не говорить против чего-то. Не боитесь ли вы, что своим решением взять на работу Ивана Ахлобыстина, вы, по сути дела, зачем-то совершенно бессмысленно отсекли все равно от себя какую-то группу ваших покупателей? Зачем? Ведь вы могли разделять какие-то взгляды гомофобские, но не говорить об этом открыто с точки зрения бизнеса компании. Ну вот дома ваши друзья бы знали, сыновья бы знали, жена, друзья. Зачем выводить это в ранг политики компании? Окей, но мы и не выводим. Вы уже вывели, наняв Ивана Ахлобыстина и подписавшись под, собственно, его взглядами, сказав, что вы это одобряете. Секунду. Я пытаюсь уже неделю всем сказать, я не против конкретно геев. Я за семейные ценности. Но приперев, в том числе и вы... Илья, ну подождите. Мы начали интервью с того практически уже час назад, что вы сказали, да, это ваши слова. Я повторю еще раз. Ахлобыстина наиболее соответствует нашей целевой аудитории, ценностям нашего бренда, семейственность, православие и в том числе то, за что он сейчас борется. Сказав это, вы подтверждаете, что вы за его борьбу с геями. Соответственно, из этого вопрос. Зачем именно с точки зрения бизнеса? Давайте отбросим мораль. Вы отсекли некую часть аудитории, которая не разделяет этих взглядов. Вы ведь могли разделять их дома. Зачем вы вынесли это в структуру вашего бизнеса? Окей, я нанял Ахлобыстина. Вот свершился факт. Я его нанял. Дальше он говорит вот эти вот слова. Дальше мне нужно определиться. Или я просто как некая другая компания сливаюсь и говорю, нет, я боюсь дальше связываться. Не боюсь, не хочу марать руки. А я не говорю так, что я не оставлю Ивана. Почему я должен его оставлять? Я говорю, нет, я там не собираюсь прерывать с ним контракт. Я не считаю, что он сказал что-то из ряда вон выходящее. А что будет из ряда вон выходящее? Давайте пофантазируем. Что должен сказать Иван Ахлобыстин, чтобы вы точно его уволили? Вчера я пообещал, что я уволю его. Если он будет нюхать кокаин, еще это пиарить. Вот я его уволю. Ну вы знаете, что у него были периоды употребления наркотиков. Он об этом открыто писал и говорил. Ну надеюсь, что сейчас вот с приходом к нам он все это в прошлом. То есть если вы увидите фотографию Ивана Ахлобыстина, нюхающего кокаин, вы его уволите? Датированную вот периодом работы в Балоне. Вы с ним говорили недавно, вот уже после всех этих скандалов? Да, в понедельник. Что обсуждали? Ну много чего обсуждали. Иван очень креативный. Собственно, он и на этой должности креативный человек. Он предлагал уже какие-нибудь идеи, как-то развивать компанию? Да, он предлагал, но, наверное, чуть-чуть их надо еще обдумать и не кидаться. Но вы сказали по поводу того, что у него было предложение как-то к нашей компании привлечь... Да, очень известного дизайнера с мировым именем. Давайте скажем, это не такая тайна. Джона Гальяна он предложил привлечь. Мы будем разрабатывать этот вопрос. Вы у него спросили, почему он решил именно Джона Гальяна? Вот он ему симпатичен, потому что, первое, это показать нашу толерантность. Не секрет, что стилист Ивана Ахлобыстина – это гей. Его друг, ну или друг, не друг, я не знаю, но Макс Гор. Которого Иван не собирается в топку. Ну как же, то есть он всех собирается, а стилиста своего не собирается? Какие двойные стандарты? Ну, возможно, двойные стандарты. Это как Гебельс, женившийся на еврейке. Это как-то странно. Максиму повезло, его на остров собираются отправить на необитаемое и вылечить. Собственно, Ивана из-за того, что не изолировать людей, ну, коли они уже его достают, тогда в топку. А так вылечить. Ну, вы всерьез это все говорите? Ну, это правда. Вы правда, что это смешно? Ну, честно. Ну, либо надо признать, что это какой-то адский троллинг, но не очень, на мой взгляд, смешной, либо как-то вообще говорить об этом. Ну, это же... Ну, мне тоже за неделю надоело это говорить. Я готов говорить о бизнесе. Но если мне все время спрашивают об извращенцах. Нет, ну, вы стали говорить про стилиста, что его стилист... Мне как раз кажется, что то, что его стилист гей, и он продолжает с ним работать, вот это как раз и морально. Я бы на месте Макса Гора просто бы, не знаю, плюнула бы ему в лицо, развернулась бы и ушла. Я считаю, что если какой-то человек высказывается так против конкретно меня, а он высказывался конкретно против своего стилиста, он должен увольняться. Как вы думаете, кстати, почему он этого не сделал? А потому что он не высказывался конкретно против Макса, и наоборот, защищал Макса, и высказывался... Слушай, Солнечко, но он высказывался конкретно. Я бы всех живьем в печку запихал. Всех живьем. Ну как, но он высказывался и про него тоже. А также в своем ВКонтакте он высказывался. Что ж вы, гея-то, нападаете на своего? Вы задолбали вот этого Макса. Вы же на своих нападаете. Причем здесь он обращается к геям, которые нападают на Максима Гора, который стал его стилистом. Причем здесь это? Но он всех собирается сжигать. Да не собирается он сжигать. Я бы сжег. Хорошо. Если бы человек сказал, я бы сжег всех евреев. Как вы думаете? Я бы отказался. Я бы разорвал контракт. То есть просто геи не люди для вас. Они неравнозначны евреям, например. Секундочку. Во-первых, он говорил не геи. Это не важно. Всем понятно, что он имеет в виду. Но из вашей фразы по поводу евреев значит следующее. Что евреи и геи неравнозначны в ваших глазах. Правильно? Из-за евреев вы бы контракт расторгли, а из-за геев нет. Из этого следует уравнение равно x, y. Что они неравны, как люди. Их человеческая ценность неравна. Правильно? Секундочку. Я не понимаю как-то. Но это совсем из разных областей. Евреи такие же люди. А геи нет. Нигеев, наверное, нужно лингвистов звать, чтобы они разбирали вот эту фразу Ивана. Вы любому зачитайте, любой поймет, о чем идет речь. Здесь, знаете, лингвисты не нужны. Окей. Я подозреваю, что Иван имел в виду, что в топку засовывать не просто людей с какой-либо ориентацией. Да черт с ним, с Иваном. Все понятно, что он имел в виду. Я все время говорю о вас, вы все время ссылаетесь на каких-то других людей. Джон Гальяна, вот для чего вам? Вот хорошо. Вы человек за православие и семейственность. У вас православные пуховики. Там православная... Стоп, у нас нормальные пуховики, не православные. Если у вас ценность православия, то пуховики у вас православные, как русское молоко. Понимаете, у этого убойка. Вот у вас ваш клиент, он пьет русское молоко и ваш пол. У нас нормальные пуховики, которые в том числе и адаптированы для русской зимы. Но при этом вы их продаете в том числе и в Башкирии. И успешно продаем в Башкирии. Ну как, это же абсолютная пелевища, слушайте. Ну а почему у нас американские товары? Почему русский народ, который пострадал от фашизма, 35 миллионов, почему они ездят на этих немецких машинах? И я езжу. Ну вот это плохо. Давайте вот быть... Почему плохо? При чем здесь немецкие машины? Я не понимаю сейчас ход вашей мысли. Ну, ход моей мысли, что вот православные, у меня православные пуховики. Поэтому то, что я сказал православие, значит православные пуховики. Ну вот так же давайте вот, ну все разберем, значит мы вот православные пуховики в России могут продаваться, но только не в мусульманских республиках. Нет, просто мусульмане будут знать, что это как-то окрашено в религиозный оттенок. Нет, это нормальные пуховики для России, для морозов. Давайте так, вот у вас есть такая концепция, я сейчас не обсуждаю, хорошая или она плохая. У вас есть определенное отношение к секс-меньшинствам, вы тоже имеете на него право. Но зачем тогда Джон Гальяна, который явно человек... Это один из креативов. У Ивана очень много идей. Вот это он просто озвучил. Мы подумали, почему бы нет, разрабатываем эту мысль. Хорошо. Следующий вопрос. Вы сказали, что если бы Иван Хлобыстин так высказался о евреев, вы бы его уволили. Собственно, и о неграх, и о русских. Вы знаете, что Джон Гальяна, которого вы рассматриваете сейчас, ну как идею Хлобыстин нанять, знаете, что он высказывался против евреев? И, собственно, за свои антисемитские высказывания был уволен из дома Диор, где он работал много лет. Я не одобряю эти высказы, ни в коем случае. Значит, все, вот вы напомнили, все, Гальяна... А вы до этого просто не знали. Вычеркивается. Нет, вы мне спросили, что вам сказал Иван. Нет, нет, вы знали об этих высказываниях Джона Гальяна? Ну, в кафе он сидел, и кого-то там рядом, кто-то ему не понравился. Почему же вы сразу Ивану сказали, нет, ты что, Ваня, не помнишь, что он вот так высказался? Забыли? Тормознул, забыл. Каюсь. Хорошо. А какие-то еще идеи есть, которые вам понравились? Или пока это все? Пока нет. Достаточно с идеями. Вот это все переварить. У нас более чем достаточно сейчас работы. И так он подкинул. Сайт перегружен. Продажи. Продажи пошли вверх? Можно сказать, что это была удачная инвестиция? Вот вы сейчас... Она уже отбилась. Она уже отбилась за первую неделю. Наш сайт за неделю поднялся на 15 тысяч мест в России. Наш сайт всего лишь за неделю. На стагнирующем рынке у нас проходила презентация. Это все было объявлено как раз накануне презентации. Мы не рассчитывали на какой-либо рост, потому что макроэкономическая ситуация в стране не самая удачная. Предзаказы у нас увеличились на 40%. Заказы в интернет-магазине за прошлую неделю выросли по сравнению с другими неделями накануне в 4 раза. Но это уже о чем-то говорит. Да, мы отсекли, может быть, некую часть общества, которая... Которая и так, честно говоря, в вашей пуховике, наверное, не очень покупала. А те, кто покупают, те за вас. Правильно? Да, правильно. Совершенно правильно. Вот видите, главное, что бизнесу это принесло пользу. Ну что ж, спасибо вам большое за пояснение. Мне было действительно интересно узнать, почему так произошло. Я хочу подарить вам книгу. Надеюсь, она вам пригодится в вашей работе. Это книга «Коко Шанель», создавшая вечную моду. Я надеюсь, что бренд «Баон» когда-нибудь достигнет таких же успехов, как «Коко Шанель». И вы станете легендой фэшн-индустрии. И, несомненно, Иван поможет. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях был президент компании «Баон» Илья Ярошенко. Это программа «Собчак живьем». Мы увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо. Очень приятно.